Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите честный обзор на автомобиль Джили Тугела и самое главное честный отзыв. Я проехал на этом автомобиле уже почти тысячу километров и мне действительно есть вам что рассказать. Этот видеоролик я снимаю один без оператора, в силу того, что погоду в нашей стране предсказать никто не может, обещали дождь, а на улице солнце. Но достаточное количество кадров я сделал с этим автомобилем, будет вам что показать и самое главное будет вам что рассказать. Иногда можно вообще ничего не говорить, а общаться силой мысли. Вот посмотрите, рот мой не открывается, а информацию от меня вы слышите. В самом начале я несколько раз произнес слово честный. Я никогда от вас ничего не скрывал и рассказывал вам происхождение этого автомобиля у меня. Мне написало одно агентство, приближенное к представительству, с желанием дать мне этот автомобиль, чтобы я покатался и про него рассказал. Первый вопрос, который я задал им, что я должен делать, петь про него рекламные дифферамбы, какой он хороший и не рассказывать ни про какие минусы, ответ был нет. Рассказываю, как видишь, но честно и объективно. Таким образом у меня появился вот такой списочек, где я сделал плюсы и минусы, как в старой доброй. Когда я начинал снимать тест-драйв автомобилей, я всегда себе от руки составлял такие списки и потом по ним рассказывал. И прямо сейчас я вам расскажу, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны. Я знаю, что многие уже обзор на этот автомобиль видели, тем не менее по некоторым деталям мы пробежимся кратко, а вот на некоторые обратим особое внимание, потому что этим потенциальные владельцы будут пользоваться каждый день. Ролик будет интересный и насыщенный. Приятного просмотра! Ну а начнем мы в первую очередь с внешнего вида автомобиля, потому что именно с внешнего вида всегда начинается знакомство с машиной. Я сделал специальную публикацию в инстаграме канала, где сказал людям, ребята, пишите ваше мнение, что вы по ней думаете. И многие писали, вот 95%, что внешка огонь. Когда ходишь вокруг автомобиля, смотришь на него, вот этот силуэт кузова, он действительно привлекателен. Напомню, что это по сути кузов от X4, от GLC купе. И на самом деле, когда ты смотришь на эту машину, поначалу, да, конечно, рядом с ней стоишь, под определенными ракурсами. Машина у нас на 20-х колесах, симпатичный внешний вид. Но вот опять же, с определенных ракурсов, когда ты смотришь на него сзади, когда ты смотришь на него под определенным углом, ты понимаешь то, что, знаешь, это вот ощущение, как будто бы тебя где-то немножко обманули. Ощущение, как будто бы ты купил какую-то подделку. Вот ты купил качественную себе хорошую вещь, там, какого-нибудь там именитого бренда от Armani, от Louis Vuitton. Ты одел, вроде бы да, но ты понимаешь то, что это аналог, это что-то похожее. Кузов, вот смотрите, вот интересный просто момент. BMW выпустили этот кузов, потом выпустили Mercedes, а Audi, например, подобный похожий кузов не выпустили. Здесь же, когда ты на него смотришь, красивый кузов, ничего не скажешь. Но вот какое-то такое ощущение, что что-то ненастоящее, оно присутствует. Подчеркну, что это, наверное, больше как стереотип лично у меня. Потому что многие писали, что им нравится, и пофигу там на какие-то Mercedes и BMW. Внешне симпатичен, многие на это обращают внимание. Второй момент, цена. Вот я поездил на этом автомобиле, я специально на нем поехал в Московскую область, в город Каширу. Там живут мои друзья, встретился с тремя. Каждому показал автомобиль, они походили вокруг, они посидели внутри. Я задаю вопрос, как ты думаешь, сколько эта машина стоит? Один ответил полтора миллиона, другой ответил миллион семьсот, третий ответил миллион восемьсот. Дальше, когда я здесь в городе общался, в Москве непосредственно с несколькими людьми, то же самое, примерно называют до двух. Точные цены называют те, кто с автомобилем знаком, кто про него что-то смотрел. По факту, вот эта машина сегодня в нашей комплектации Flagship стоит два миллиона восемьсот тысяч рублей. Еще раз, два миллиона восемьсот тысяч рублей. Друзья, на самом деле, вот здесь идет такой психологический барьер. Отдать такие деньги за китайцы сегодня действительно тяжело. Рассказывать о том, что ну в долларах цена-то осталась, ну это просто у нас обвал рубля, рубль слабый, это даже не стоит. Это все прекрасно понимают. Здесь просто есть сам факт психологический, что ты смотришь сюда и думаешь, офигеть, два восемьсот. На момент выхода этого автомобиля, вот эта комплектация должна была стоить там примерно два четыреста, два пятьсот. Сейчас же вот такие цены. И подчеркиваю, Flagship, вот эта версия, это далеко не максимальная комплектация. В нашей стране, да, богаче нее сегодня вы ничего не купите. Но обратите внимание, что у нас, допустим, нету противотуманных фонарей. У нас, например, нету проекции на лобовом стекле, у нас нету подогрева лобового стекла. В общем, до этого мы дойдем чуть позже, когда будем говорить про интерьер. Но факт в том, что ценник здесь действительно запредельный. Кто конкурент у этой машины? Volkswagen Tiguan, RAV4, Mazda CX-5, Haval F7. И вот если мы посмотрим на эти автомобили с точки зрения цены в топовых комплектациях, то мы увидим, что они дороже, как правило, на 150, а то и 200 тысяч рублей. Если говорить про Tiguan и набрать его с максимальными пакетами. Возможно, он будет еще дороже. Но это преподносится у Джили как конкурентное преимущество. Цена доступнее. Друзья, здесь важно не забывать, что все эти автомобили, конкуренты, они будут богаче. Вот, например, взять ту же самую Mazda. Там будет полноценная проекция, там будет электроруль. И вот по такому принципу, если пойти сравнивать у других автомобилей, там, допустим, будет подогрев лобового стекла. Важно это понимать тоже. Потому что, если вы привезли самую топовую версию, которая продается в Китае, эта машина, Джили Тугела, стоила бы также примерно около 3 миллионов рублей. Здесь доступнее только вот Haval F7X с ценой 2.109 от. Но, опять же, это хитрость и сайт. Наверняка он будет по факту стоить дороже. И сейчас я вам хочу в живом формате показать прикольные косячки, с которыми я столкнулся в этом автомобиле. Также буду озвучивать плюсы. Но прежде чем мы продолжим, у меня для вас есть короткая полезная информация. Это каркасные шторки от компании Lightova. Друзья, вот сейчас на улице плюс 25 градусов, солнечная погода. И вот как никогда этот аксессуар может вам пригодиться. Напомню, что он делается индивидуально под ваш автомобиль. Заказать все элементарно и просто. Переходите по ссылочке в описании, выбираете вашу машину и смотрите. Можно купить только на передние стекла, можно купить назад, можно купить полный комплект. Цены здесь более чем доступны. Доставка происходит по всей России. Плюс ко всему, можно заказать специальный чехол. Он стоит 200 рублей, где вы можете хранить. Часто говорят, шторки это неудобно. Кофе я не смогу заказать, шлагбаун я не смогу оплатить. Друзья, ставятся они и снимаются в одно касание. 5 секунд. Когда вы набьете руку, это никакой проблемы нет. Наступает темно, спокойно убрали в чехол, в багажник. Это автоаксессуар. Делает вашу жизнь комфортней. Открываешь окошко, пыль не летит. Звук вот этот от дороги, знаете, когда ты разгонишься, пол, пол, пол. Ну, волна воздуховая, она тоже сглаживается. Очень часто люди покупают и устанавливают их, например, на задние стекла, потому что там сидят дети, комфортнее передвигаться. В общем, действительно полезный и стоящий продукт. Рекомендую вам, как минимум, на летнее время в использовании это все дело пригодится. Лайтово промокод на скидку дополнительно есть. Все подробности по ссылке в описании. Переходите, заказывайте смело и пользуйтесь в удовольствие. Когда я забирал автомобиль, я с ним был знаком исключительно по видеороликам на ютюбе. Я понимал прекрасно, что будет вау-эффект. Когда сядешь, ранее я в него нигде никогда не садился. И так оно и было поначалу. Ты садишься, думаешь, ну блин, конечно, круто, интерьер. Давайте постепенно. Вот смотрите, в первую очередь, что мне сразу бросилось в глаза. У нас есть память сидений. Обычно как это работает? Поставил цифру 1, у тебя отъехало сидение, в определенное положение опустили зеркала, руль. Здесь же руль у нас, получается, идет механическая. Я этому просто очень сильно удивился. И самое главное, что у руля маленький вылет, диапазон. Вот сейчас он на максимуме. Я человек вроде бы не длинный. У меня рост 1,80 м. Но когда я сажусь в комфортное для себя положение, у меня руки практически напрямую вытянуты. Если я поеду на трассу на дальнее расстояние, я захочу откинуться еще дальше назад. Но при этом у меня не будет такой возможности сидеть комфортно. Я должен сидеть на прямых руках. И меня это просто-напросто удивляет. Сам факт того, что обычно китайцы очень хорошо укомплектовываются, а здесь сидение у тебя с кучей регулировок, память есть, а руль механический. Это странно. Это минус. Плюс какой. Когда я сел, действительно, я не знаю, что они сделали с сидениями, но они очень комфортные. Я прям сажусь. Вот мою спину они очень хорошо повторяют. Поддержка поясницы, голова. Я сел. В этом плане я даже очень сильно удивился. Действительно, это прям огромный хороший плюс. Передвигаясь и, читая ваши комментарии, обратил внимание вот на эту часть. Это подставка для ноги. Она сделана так, что вот, например, у меня 42 размер, он помещается сюда практически впритык. Люди, у которых 46 размер обуви, говорят, сюда нога не помещается. Вы вдумайтесь. Ты покупаешь автомобиль, и если у тебя размер ноги большой, то ты сюда его даже не поставишь. Вот я ставлю свою ногу, то есть она стоит там, но она практически впритык. Вот как это назвать? Однозначно, это конструктивная недоработка. Когда я сел в автомобиль, начал знакомиться с интерьером, я обратил внимание, что здесь заглушки стоят. Ну, думаю, странно. Написал. Людям говорю, это точно максималка? Говорят, да, да, флагшип. Круче для нашей страны нету. Сюда посмотрел, здесь еще больше заглушек. И потом выяснилось то, что это для нашей страны сейчас максималка. В Китае же машины могут быть богаче. Вот здесь, например, у нас заглушка идет для проекции. Ее нету, а в Китае она есть. И вот с точки зрения эргономики, я считаю, что это просто какой-то минус. Вот смотрите, здесь заглушки, там заглушки. Опять же, так сделано, что сюда не бросили паркинг, который реально очень сильно пищит. Вот вы когда едете куда-то, въезжаете во двор, она видит препятствие, крик на всю машину стоит. Сюда спрятали открытие багажника. С одной стороны, ничего такого, да? Но с другой стороны, вот как вы думаете, где здесь подогрев руля? Я когда сел, сначала думаю, так, ну подогрев руля такая опция, которая обычно выносит куда-то на видное место. Начал щупать руль, точно так же искать кнопку нету. Здесь все просмотрел, нету, здесь нету. Думаю, ну блин, куда он спрятался? Оказывается, ребята, подогрев руля здесь вызывается вот так вот с вайпом, вот он где находится. И с одной стороны, это вроде бы окей, когда это ваша машина, и вы об этом знаете. А с другой стороны, вот сейчас, если присмотреться, вот здесь такая сопля идет, потому что я показываю, пользуюсь этим. Соответственно, дополнительное прикосновение к этому дисплею оставляет вот эту некрасивую полоску. Сюда же опять спрятали подогрев сидений и вентиляцию сидений. Они есть в этой машине, но вот убрали куда-то в стороны. Друзья, напишите ваше мнение, как вы считаете, правильно, что прячется все это дело в меню? Или же, наоборот, было бы хорошо, когда у вас вместо вот этих заглушек здесь был бы подогрев, вентиляция, подогрев руля. Можно было бы здесь дополнительно сделать, но это вопрос больше к эргономике. Дальше, подстаканник. Вот, казалось бы, подстаканник и подстаканник. Если поставить чашечку кофе из Макдональдса, вопросов никаких не будет. Вот бутылка воды 05. Мы ее ставим, и когда вы едете, она вся вот так вот болтается. То есть она здесь никак дополнительно не закреплена. Чуть сильнее этот поворот зашел, она сюда. Чуть сильнее туда. В общем, вот это вот, я считаю, неправильно. Либо нужно вот это делать лучше, либо как-то ее углублять вниз. Но при этом подстаканник есть реально крутая фишка в виде подогрева. Нажимаем один раз, вот эта часть она становится реально очень горячая. Когда сунул руку, аж даже немножко обжегся. И можно точно так же сделать, чтобы она была холодная. Вот эти части, да, все вставки, оно вроде бы все красиво. Некоторые говорят, что это там алюминий. Нет, не алюминий, это просто самый натуральный пластик. Но сделала в целом красиво. Вот так вот ты когда садишься в машину, ну, сказать, что она неприятная, сложно сказать. Очень странно сделана вот эта двойная полка. Сюда мы можем положить телефон. И казалось бы, хорошо, вот телефон поместился. Достать его отсюда не совсем удобно, потому что и селектор мешает. И вообще, ну, не очень удобно. Она есть. Положил и поехал. И есть снизу дополнительная полка. И в этой полке у нас установлена беспроводная зарядка. А вот это вот действительно вообще неудобно. Потому что когда ты едешь, чтобы ее правильно положить, это нужно еще поймать. То есть ты отвлекаться начинаешь от дороги. И ты пытаешься раз, там, заряжается. Потому что если ты его положишь чуть выше, да, зарядки у тебя идти не будет. Положил, все, зарядка пошла. И вот доставать его тоже, ну, неудобно. И тут странно, почему бы не сделать беспроводную зарядку здесь. Ты положил, и все, у тебя он заряжается. И все на месте, все понятно. Приборная панель. Здесь вопросов никаких нет. Все читается. Это можно выбирать различные режимы управления с электром переключения передач. Вот в спортивный появляется другая динамика. И можно поиграться. Режим бездорожья есть, который по-другому настраивает работу коробки автомата и мотора. Как говорят, то, что, в общем, он до 60 км будет там более эффективен. Потом он отключится. Кому-то нужен он, не знаю, глубокий снег. В общем, поиграться можно. И при этом, когда вы выбираете режим работы, у вас еще есть здесь дополнительно динамическая подсветка. Которая в разных режимах работает. И в вечернее время вы едете, в машине будет симпатично, уютно, молодежно. Сам же вот этот дисплей 12.3, на мой взгляд, показался каким-то очень простым. Потому что все. Вот это все, что вы видите, больше здесь ничего нет. Фишка в том, что, казалось бы, где здесь там дополнительная навигация, здесь это нафиг не нужно. У вас здесь есть вот эта фишка Easy Connect. Синхронизируется с вашим телефоном. И вы все можете выводить. YouTube, навигации, карты, звонки, WhatsApp и FIGAP. В общем, все дублируется на ваш экран. Изначально это просто полоска. Телефон переворачиваете, он становится у вас по весь экран. У многих были вопросы к музыке. Я вообще сам по себе музыку автомобиля никак громко не слушаю. Здесь же отмечают ее все как плохую. Я скажу так, что если вы прям меломаны сравниваете ее с Boss, там Harman, Carden, вот эти вот системы. Конечно, она сильно проигрывает. Но вот так вот для радиостанции какую-то флешечку включить на фон вопросов не будет. Но сам факт того, что музыка здесь слабая. Что меня вот удивляет тоже. Вот посмотрите, вот стойка идет. Помните, когда мы снимали Mercedes GLB, который стоит сегодня практически 4 миллиона рублей. Там она вся шатается. Здесь она не шатается, только вот если прямо при большом усилии. Сделано и собрано лучше. Но при этом, если мы сейчас начнем палец тут проводить, здесь вот огромная щель. То есть туда его можно даже засунуть палец. Почему так сделано, тоже непонятно. Но при этом никаких скрипов нет по машине. Пробег у автомобиля сейчас 11200 километров. Полная комплектация. Опять же, обратите внимание, потолок светлый. Многим это не нравится. Потому что марки потолок. Хочется, чтобы потолок был черный, для того, чтобы машине было больше комфорта. Факт в том, что я думаю, что в Китае, в топовых версиях, там он по-любому черный. Возможно, ошибаюсь. Эта машина не затонирована вообще. Вот сейчас лето на дворе. Мы катались в день, когда было плюс 31 градус. Включаешь климат-контроль, в машине жарища дико. Ну вот просто из-за того, что не хватает тонировочки, либо тех же самых шторок, в машине передвигаться некомфортно вообще. Климат-контроль здесь действительно отдельная история. Я знаю, что многие спрашивали, рассказывали о том, что зимой печка работает как-то неисправно. Летом кондиционер работает неисправно. И я с этим полностью согласен. В силу того, что машина не тонирована, я ставил на самую низкую температуру в машине жара. Когда ты открываешь все, вот все эти заслонки дуют прямо в лицо, ты начинаешь с ними играться. Я вам показываю живую ситуацию. Low ставим на максимум. Вот он начинает дуть. Сейчас мы сидим, соответственно, дует это мне прямо в лицо. Я начинаю вот эту часть закрывать. Слышите этот свист? И, соответственно, такие моменты, что я здесь закрыл, здесь закрыл, здесь чуть-чуть убрал в сторону, появляется свист. И чтобы от него избавиться, нужно начинать пытаться играть. Вот ты приоткрываешь чуть сильнее, начинает дуть на пассажира. Закрываешь полностью все. Фонит. И вот ты пытаешься, понимаете, где-то поднастроиться так, чтобы сделать себе комфорт, чтобы тебе никуда ни в глаз, ни в ухо не дуло, и это сложно сделать. Вот на других автомобилях я ездил, я такого, в принципе, не встречал, что можно вас подстроить под себя. Здесь это, наверное, сделать можно, но у меня не получилось, серьезно. Слышите, да, звон? А при этом, если выключить или сделать слабее, то становится жарко. И вот ты едешь и пытаешься лавировать между этим, что вроде бы хочется освежиться, и в тот же момент вот этот звук посторонний, он прям не нравится. На мой взгляд, это конструктивная недоработка. Если кто-то скажет, что ты там не так сделал, друзья, я пользователь, я сел, настраивал под себя, чтобы мне было комфортно. Подогрев сидений тоже интересная особенность, что греет только попу. Обычно греет и попу, и поясницу, здесь поясницу не греет. Говорят, в дальнейшем будет с подогревом поясница. Подогрева лобового стекла нету, хотя обычно у китайцев это есть, тем более у нас джили ту гела и топовая версия. Мне понравилось, как работает мультимедиа с точки зрения радиостанции. Вот, казалось бы, простая радиостанция. Ты садишься, запускаешь автомобиль, музыка, тишина. Начинаешь поднимать громкость, она не поднимается, не появляется. Вот даже сейчас мы сидим, вот я сел, завел. Где музыка? Почему она не работает? Что я делаю не так? Я просто запустил. Для того, чтобы она заиграла, нужно сделать следующее. Заходим в мультимедиу, включаем, заходим в раздел радио и еще раз пролистнуть. Думать о том, что там... Изначально я подумал, что, возможно, радиостанция, на которой я ехал, здесь уже не ловит или еще что-то. Но факт в том, что вот опять 107, включаем звук. И она опять не работает. Почему? Вот, сейчас заработаю. То есть какая-то есть задержка, а иногда она просто, ты прибавляешь, прибавляешь звук, ничего не происходит. И само по себе меню какое-то простое. Ожидаешь какой-то более интересной прорисовки, хотя бы как это сделано здесь, как ты выбираешь различные режимы. Здесь же как-то так все сдержано. Но с другой стороны, здесь все самое необходимое есть. Хороший вопрос, люди задают, а что будет с ликвидностью этого автомобиля? Бывает ситуация, вот человек пишет, когда машину нужно срочно продать. За сколько вот эту машину, если быстрой здесь сейчас, а сколько ее заберут? 2 800 стоит нового, а вот это за сколько? 2 500, 2 400, 2 300. Вот этот вопрос очень многих беспокоит. Кратенько, технические данные по автомобилю. Значит, под капотом у нас стоит 2-литровый мотор от Volvo T5, но дефорсированный на 238 лошадиных сил. Вообще он должен быть на 249 сил. Как говорят, он собирается непосредственно в Китае. Работает этот мотор в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передачи японской. Об этом вы, в принципе, все знаете. Заявленный паспортный разгон у автомобиля 6,9. Вес у него тонна 800 с копейками. Значит, машина с точки зрения динамики действительно хороша. Подрывается очень уверенно. Вот вы едете в потоке там 20, 40, 60 километров, в пол даете, полетело. Воя мотора никакого нету. В этом плане разгоны действительно очень комфортные. Ничего не скажешь. Вот в городе до 100 она прям пуляет. Вот какие-то уверенные перестроения. Вопросов никаких не будет. Заявленный расход топлива это одно. У меня вот в смешанном цикле Москва, трасса, небольшой город типа Каширы, у меня расход показал примерно 11-11,5 литров. Пару раз я видел, что он падал чуть ниже 11, там 10,9. Подчеркиваю, заправлять машину только 95-м бензином. Здесь бак на 52 или 54 литра. Что действительно мало, потому что когда я заправился до полного, я поехал в Москву, я думал, что там деление будет потихоньку убавляться. Я проехал там буквально 150-200 километров, и бак там чуть уже не наполовину упал. В силу того, что паркетник, клиренсу вопросов никаких нет, углы спереди, сзади, свесы тоже хорошие, потому что я выезжал и на поля, на различные бураки, катался, тестировал машину, ни разу нигде не чиркнул. Поэтому с точки зрения владения его на повседневную жизнь в разных условиях, город, поехать куда-то на рыбалку, я не знаю, там в деревню, ну в общем, знаете, обычно начинается, а как работает полный привод. Для повседневного использования рядовому человеку хватит на все 100%. К полному приводу, судя по отзывам, вопросов никаких нет, очень многих волнует вопрос надежности, ну, друзья, здесь все известно про машину, что здесь за подвес, какая коробка, какой мотор, вы можете спокойно читать и на основании этого делать выводы. Какой минус у этого автомобиля? Это с точки зрения комплектующих и с точки зрения вообще организации сервиса в России. Вот компания очень динамично развивается, если посмотреть статистику продаж, они растут, ну, естественно, в 2020 году в силу пандемии есть просадка. Факт в том, что дилеров становится все больше, они потихонечку, потихонечку наш рынок завоевывают, но может быть такое, что не дай бог, вы попали в какое-то ДТП, вам нужны какие-то комплектующие и сколько вы их ждать будете, одному богу известно. То есть, внятного ответа от дилера получить сложно. Вот это действительно жирный минус, потому что подобное может произойти абсолютно с любым, вот на это действительно надо обращать внимание. Есть уже куча историй, когда люди покупали черри и других китайцев, стукнулись и сидят, ждут, когда там привезут им запчасти. В инстаграме многие писали обратить внимание на оптику, мол, как там свет, как там свет. Смотрите, здесь стоит диодная оптика спереди, сзади, само собой. Я ездил много, но прям в такие, в полные сумерки, прям в полную ночь, чтобы на дороге ничего не было, я не покатался. Я знаю, что многие смотрели обзор на канале NeverStop, и там ребята говорили о том, что когда ночью едешь, он как-то пучками светит. Вполне возможно, вполне возможно. Оптика здесь регулируется, то есть выше-ниже можно опустить. Она здесь стоит автоматическая, то есть переключение ближний-дальний делает автоматом. Вот эта машина мне чем-то по косякам, по некоторым напомнила Мазду 6. Вот смотрите, у нас стоит 20-е колеса, здесь подвеска независимая, спереди типа Макферсон. Вот когда ты едешь в сухую погоду, вопросов никаких нет. Вот был сильный дождь, я проезжал лежачие полицейские, и был такой неприятный звук, типа стука какого-то, когда именно ты проезжаешь. Именно в дождь, вот заметил именно это. То же самое я встречал на Мазде. Если говорить про ходовые качества автомобиля в условиях города на скорости до 100 км. На МКАДе можно ехать 100, вопросов нет никаких абсолютно. Хорошая шумоизоляция на такой скорости, хорошо держит дорогу, в общем придраться к автомобилю сложно. Касательно колес, вот смотрите, у нас здесь стоят шины от Гудьер. Вот очень часто про эту машину говорят, что здесь хромает шумка. А вот как это правильно понять? Вот одно дело, вы едете по абсолютно новому хорошему асфальту, который только постелили. Тишина полная на любом автомобиле. Если ты выезжаешь на шершавый асфальт, ну естественно шум идет. Я заметил одно, что здесь прям вот шум появляется примерно после 120-130 км в час. Вот ты разгоняешься, все, на этой скорости уже начинает действительно фонить от автомобиля. Еще момент такой, что когда скорость больше 130-140 км, к вопросу о МАЗде, вот точно так же от стекол спереди начинает идти дополнительный шум. Такое ощущение, как будто у тебя слегка приоткрыто окно. Помню, когда я купил МАЗду, я постоянно по первому времени проверял, точно ли я закрыл окна. То же самое здесь. Максимальная скорость у этого автомобиля 210 км в час. С точки зрения обгона я почувствовал так, что 160-170 км это вот максимум, который она делает комфортно. Можно, понятное дело, ехать быстрее, но на мой взгляд я почувствовал так, что на этой скорости уже не очень комфортно автомобилем управлять. Если все равно как-то надо его подлавливать. Объясню, я это рассказываю исключительно для теста, чтобы вы понимали. В первую очередь призываю всех к безопасности дорожного движения. Никуда не летите, не торопитесь, соблюдайте скоростной режим. Но, когда, например, ты берешь Audi Q7, BMW X5, я понимаю, что эти машины дороже гораздо. Но сам факт того, что вот если она едет 240, вот ты едешь на ней 240, и ты комфортно себя чувствуешь, у тебя нет такого момента, что ты ее подлавливаешь, что она стоит как на рельсах, и все. Здесь же не такая история. Вот несмотря на то, что у нас такой скошенный спортивный кузов, сзади места действительно достаточно. У меня стоит сейчас детское кресло, я покатался всей семьей, сзади сидела жена, вопросов к пространству не было никакого. Дополнительной сзади есть у нас обогрев сидений, у нас идет панорамная крыша. Вот на пассажирском сидении установлены кнопки, некоторые говорят, а зачем это нужно, потому что это же машина не какая-то представительская, не для того, чтобы кто-то там ездил сзади. Объясню. Вот здесь именно с точки зрения семейности ты это понимаешь. Кто-то ехал со мной на пассажирском сидении, откинулся сильно назад, садится жена, и она может сама спокойно подвинуть сидение, сидушку вперед так, как ей надо. И таким образом сзади места становится больше, ей комфортно. Но вот с точки зрения багажника здесь большой вопрос. Объем багажника до верхней полки составляет 326 литров. Если эту полку убрать, то встанет 446 литров. Паркетник изначально психологически кажется, что здесь будет места больше, чем в седане, но это далеко не так. Я загружал автомобиль стандартным своим набором. Коляска, стул, сумки, еще что-то, когда выезжали за город, начинаешь закрывать крышку, она не закрывается. И вот ты начинаешь это шаманить туда-сюда, что-то вперед переложишь. Например, на BMW, на Mazda 6, на Toyota Camry, которые были у меня, ты загрузил в багажник, вот все, что ты положил, ты знаешь, что раз, крышка закрылась. Здесь же приходилось подгадывать, угадывать. Если убрать полку, загрузить до верха, таким образом у вас будет перекрываться обзор. Стекла заднего вы не будете видеть во внутреннее зеркало. С одной стороны, это пофигу для опытного водителя. С другой стороны, ну, все-таки это, опять же, тоже к вопросу о безопасности. Обзорность должна быть на высшем уровне. Но скошенный вот этот кузов, он все-таки придает автомобилю комфорт и красоту. И здесь стоит вопрос, как это? Правильно, неправильно? Вот, например, у Ховалов есть и скошенный кузов, и прямоугольный кузов. Здесь имейте в виду, если вы люди семейные, рекомендую перед покупкой приехать в салон и постараться все ваши пожитки погрузить в машину. Таким образом вы поймете, комфортно вам будет они передвигаться или нет. Говорить про комфорт в городе, да здесь нечего сказать с точки зрения негатива. Я не знаю, на чем нужно ездить, чтобы сесть сюда и сказать, ой, как некомфортно. До 100 км она едет тихо. Ну, действительно, ты едешь, хорошая обзорность. Вот с панорамой открыл, светло в машине, приятный интерьер. Держит дорогу, она хорошо в повороты заходит, руль очень удобный, действительно. С ноля. Раз, два, три. 70, 80, 100. В общем, по машине очень спорное ощущение. Есть куча прям жирных плюсов и действительно машина хорошая. Почеркиваю. И есть прям такие минусы, которые думаешь, да нахер она нам вообще нужна? В совокупности с ценой. И вот начинаешь взвешивать, 2 800 за топ, ну, я не знаю. Лично я сегодня, ну, не готов. Вот так вот продать свою машину, доплатить там миллион рублей условно и купить эту, не готов, честное слово. Пишите ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. Возможно, те, кто купили, напишите, чем вы руководствовались. Очень интересно почитать именно ваше мнение. Если начать смотреть на вторичку, вот я сижу и думаю, думаю, 2 800, вот мне, например, нравится BMW X6. Я залезаю на вторичку и понимаю, что 2016 года трехлитровый дизель будет стоить примерно 3,5, а то и 4 миллиона рублей 2016 года от первого владельца. Вдумайтесь, как меняются цены. Это конкурент не к шестому, это скорее конкурент X4, Mercedes, GLC, Coupe, если с точки зрения мы кузову будем смотреть. Факт в том, что сегодня вот такая реальность. Но если откатиться даже назад, вот просто помечтать, что он стоит 2 400, как изначально он там примерно должен был стоить, все равно дорого, мне кажется. Что вы думаете по этому поводу, по поводу цены, обязательно пишите в комментарии, мне действительно интересно послушать. Друзья, я считаю, что я рассказал честно, объективно и адекватно. Я рассказал вам про плюсы автомобиля, я рассказал вам про его минусы. Касательно гниения кузова, гарантия есть на автомобиле. Говорить о том, что через год сгниет он 2020 года, вот эта машина, ничего еще пока что не сгнила. Поэтому будем смотреть, будем следить. В любом случае, правду, как говорится, не скроешь. Со временем отзывы владельцев будут показывать, рассказывать, что он представляет из себя на деле. Мне больше добавить про этот автомобиль нечего, поэтому я всех вас приглашаю в комментарии. Пишите ваше мнение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. У меня на этом все, до новых встреч, всем пока-пока.